При том, что производство валового внутреннего продукта Канады в 10 раз превышает показатели Казахстана, Канада за год импортировала казахстанских товаров и продукции на сумму в 2 миллиарда 285 миллионов долларов, а это в 16 раз больше объема всего канадского экспорта в Казахстан. Однако этот объем явно недостаточен для двух стран, уверен Питер Маккен, один из ведущих канадских экспортеров по менеджменту компаний малого и среднего бизнеса. Решение правительства об одностороннем упрощении визового режима для бизнесменов из 34 стран Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе из Канады, является шагом в правильном направлении. Владимир Баев, spoke о diversification of the economy, и я думаю, что это sehenщество будет очень очень символичным, и также это помогает. Я помню, что в Канаде, есть контакты, в Канаде, в mode технологии, в fearных средствах, в том же фрете, в том же предиказательстве, в том числе, и другим секторам, и я бы, чтобы они заметили, На фоне возможного финансового дефолта Соединенных Штатов, Канада, до сих пор тесно связанная экономически со своим южным соседом, стала активно искать пути по диверсификации внешнеэкономической деятельности. Инициативы казахстанского правительства пришлись в этой связи как нельзя кстати. Питер Мэккен, который является автором нескольких книг по реструктуризации и управлению корпорациями в Канаде, знает о возможностях Казахстана не понаслышке. Питер Мэккен, Каменогорск, и я вернулся в следующие 2 года. Я получил несколько возможностей, чтобы посетить казахстанские бизнесы, и я могли видеть, как быстро эти бизнесы становятся лучше организованы, более софистическими. И я думал в то время, что эти бизнесы будут принимать их место в мире. Схожие по климатическим условиям, по структуре населения Канада и Казахстан, по мнению местных политиков и бизнесменов, просто обречены в будущем на тесное сотрудничество. Казахстан многое сделал для улучшения инвестиционного климата. Только за минувший год объем прямых канадских инвестиций превысил 2 миллиарда 300 миллионов канадских долларов, которые сейчас кстати на 6% дороже американской валюты. В то же время казахстанский бизнес не вложил в экономику Канады ни одного доллара. Местные эксперты полагают, что именно торговый дисбаланс является главным тормозом для развития двухсторонних экономических отношений. И теперь очередь Канады сделать ответный ход. Валентин Лосев, Национальный канал, Казахстан, Гамильтон, Торонто, Канада.